Духовная тематика Я хочу сказать о том, что в числе таких очень ярких программ музыкальной капеллы «Сонорус» мы с вами знаем и их активное выступление в костелах, их программы связанные с детским творчеством, их, например, программа, посвященная памяти чернобыльской катастрофы под названием «Актуз Дэй». И ежегодно музыкальная капелла «Сонорус» представляет нам, белорусским слушателям, впервые здесь, в нашей республике, сочинение ведущих современных композиторов. Сегодня мы с вами станем свидетелями такого первого исполнения произведения современного российского композитора Павла Карманова. Очень радостно, что композитор нашел возможность приехать к нам в Беларусь на премьеру здесь своего произведения. И мы рады его приветствовать. Павел Карманов, выпускник Московской консерватории, представит сегодня, он вообще является одним из очень известных авторов и широко представлено его творчество на самых разных престижных мировых международных фестивалях. Его музыку исполняют ведущие мировые коллективы, в том числе и у нас в Беларуси. Мы неоднократно становились свидетелями звучания разных произведений камерного жанра Павла Карманова. Сегодня, к вашему вниманию, будет представлена «Оратория пять ангелов». Произведение это было написано в 2013 году специально по заказу православного фестиваля. Была она написана в память убитых детей царской семьи Романовых, которые были возведены в лик святых. И в текстах этой оратории композитор использует и традиционные молитвы, и стихи разных поэтов. Мы с вами услышим и стихотворения, принадлежащие руке цесаревне Ольге. Сама оратория представляет собой семичастную композицию, обрамленную прологом и эпилогом. И центральными частями являются музыкальные портреты детей, царских детей. Нужно сказать о том, что на самом деле это произведение очень глубокого философского смысла, но светлой, просветленной направленности. Мне бы хотелось, чтобы здесь с этой сцены прозвучали слова самого композитора, его размышления об этом опусе. Павел Карманов пишет. «Я прочитал много воспоминаний о Николае Втором и его детях. В итоге получился собирательный и очень смертный образ. Я не задумывал реквием о плакивающих погибших. Моя оратория об ангелах в раю. Это ангельское пение. Музыка большинства частей жизнерадостная, лирическая. И, быть может, несколько наивная, по-детски наивная». Павел Карманов. Оратория «Пять ангелов. Первое исполнение Белоруссии». Семь частей ораторий. Пролог. Вторая часть. Перед иконой Богоматери Цесаревны Ольги. Третья часть. Портрету святой царевны Татьяны. Четвертая. Святой цесаревны Марии Николаевне. Пятая часть. Анастасия Романова в день ее рождения. Шестая. Цесаревич Алексей. Финал оратории. Молитва. Исполняет заслуженный коллектив Республики Беларусь музыкальная капелла «Санурус». Солисты. Наталья Иселенок. Ольга Петрова. И Матфей Малишевский. Ученик шестого класса. Детской музыкальной школы «Искус». Номер десять. Имени Глебова. Класс преподавателя Алексея Климовича. Дирижер. Лауреат международных конкурсов. Александр Хумала. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Спасибо. Спасибо.